Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Активное участие выпускников показывает то, что они готовы проверить свои знания. Инженерная олимпиада для старшеклассников. У нас где-то в пределах половины людей погибает на федеральных дорогах. Итоги работы за 2016 год областной дорожной полиции. Слово классика особенное. Классика – это совершенство, это образец. Литературный конкурс «Живая классика». В Десногорске дан старт баскетбольным баталиям. А теперь об этих и других событиях подробнее. С 1 января вступил в силу новый федеральный закон о регистрации недвижимости. В первую очередь он кардинально меняет всю систему работы с оформлением квартир, домов и земель. Начал действовать единый госреестр недвижимости, в котором содержатся все сведения по объектам. Это влияет на порядок подачи и оформления документов заявителей, а также на сроки регистрации и кадастрового учета. О перспективах международного сотрудничества говорили в администрации области во время встречи губернатора Алексея Островского и министра сельского хозяйства Венгрии. В ходе встречи Шандор Фазикаш рассказал, что венгерская делегация привезла с собой ряд опробованных и проверенных проектов с тем, чтобы внедрить их на смоленской земле. А Алексей Островский проинформировал министра, почему инвестиции выгодно вкладывать именно в нашу область. 22 января 4-я школа Десногорска стала местом встречи для школьников, увлекающихся физикой. В первом туре инженерной олимпиады приняли участие 45 старшеклассников из Десногорска и Рославля. Все задания не выходили за рамки школьной программы. О том, кто вышел во второй тур инженерной олимпиады, нам расскажет председатель комитета по образованию Римма Овечкина. Подведены итоги отборочного тура инженерной олимпиады. Из 45 участников в финал вышли 17 школьников из Десногорска. Для выпускников такие проверки знаний имеют большое значение. Олимпиада дает возможность детям, как я уже сказала, не только проверить свои возможности, но и решить дальнейшую их даже судьбу, я бы сказала. Потому что по итогам второго тура будет решиться вопрос о предоставлении целевого направления победителям олимпиады для поступления в энергетические вузы. По итогам прошлого года инженерной олимпиады у нас четыре выпускника прошлых лет получили такое направление. Будем надеяться, что и в этом году будут счастливчики, которые получат целевое направление на бюджет. 12 февраля в четвертой школе состоится финальный тур олимпиады. Подводят итоги и выставляют баллы специалисты Нияуми Фи из Обнинска. О том, кто стал победителем олимпиады и собирается ли он связать свою судьбу с энергетикой, мы вам расскажем через неделю. Смоленскую военную академию посетили выпускники школ, техникумов, а также военнослужащие из девяти регионов России. Им рассказали о правилах приема, показали быт курсантов, продемонстрировали военную технику. В этом году в академию примут около 300 курсантов и слушателей. А еще это учебное заведение в 2017 году отмечает 25-летие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом региональном обучающем семинаре приняли участие около 200 преподавателей, в том числе и из Десногорска. Занятия проводили сотрудники Смоленской медицинской академии с кафедрой реаниматологии и анестезиологии. И на практических занятиях мы отработали правила оказания искусственной вентиляции легких и проведение непрямого массажа сердца. На мой взгляд, проведение таких занятий очень полезно, потому что одно дело знать это в теоретических знаниях каких-то, а другое дело попробовать на современных манекенах под присмотром опытных врачей, практикующих врачей. Кроме того, запланированы еще два общерегиональных учебных занятия 27 февраля для школьников, а днем позже для их родителей. Мероприятие проводится по инициативе администрации нашей области и общественной палаты, специалистами департамента по здравоохранению, а также по образованию и науке. Руководитель управления ГИБДД по Смоленской области встретился с журналистами. О том, как прошла пресс-конференция в нашем следующем сюжете. Полковник Онищенко сообщил журналистам, что в последние два года в Смоленской области наметилась тенденция к снижению количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в авариях и погибших под колесами автомобилей. А также управление уделяет большое внимание повышению безопасности движения на дорогах как для водителей, так и для пешеходов. Рассказал, что ряд услуг МРЭУ теперь возложены на многофункциональные центры. С 1 февраля по постановлению правительства у нас определено, что ряд государственных услуг, в частях касающихся выдачи водительских удостоверений, их замене и выдачи прав международного образца возложено на многофункциональные центры. В настоящее время мы с 1 февраля заключили соглашение. Уже практически 17 новофункциональных центров в нашей области, они в 27 районах области есть. 17 уже с 1 февраля начали. Вот мне Евгений Сергеевич сказал, что уже вчера, наверное, 9 водительских удостоверений уже снова в центральный центр привозили. 17 уже работают с 1 февраля и по соглашению с 1 июля будут работать, соответственно, еще оставшиеся 10. Также начальник областного управления ГИБДД рассказал журналистам, с какими проблемами приходится сталкиваться автоинспектором. За счастье жить благодарю. Акция с таким названием, организованная Общественной палатой Смоленской области совместно с Почтой России, стартует в нашем регионе с 1 марта и продлится несколько месяцев. Сказать свое спасибо людям в белых халатах предлагают в форме почтовых открыток. Имя самого народного доктора, по версии смолян, станет известно летом. Смоленское отделение ДОСААФ отметило 90-летний юбилей. На торжественном мероприятии наградили ветеранов и работников ДОСААФ, глав муниципальных образований, департаментов и общественных организаций. Глава региона Алексей Островский получил благодарственное письмо от министра обороны России. Пятый год подряд в Десногорске, как и по всей России, проходит литературный конкурс «Живая классика». Это ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке. Наша съемочная группа побывала в четвертой школе на самом первом этапе конкурса. Все подробности далее. Обязательное условие для всех участников – декламация отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в школьную программу по литературе. Продолжительность выступления каждого – не более пяти минут. Мне предложили поучаствовать. Я подумала, что это хороший конкурс, нужно попробовать свои силы, может что-то получится. Ну и показать, что я могу. Конкурс показывает, какие проблемы волнуют школьников, какие книги они читают в свободное время. Этот конкурс очень интеллектуальный. Этот конкурс мне понравился, я решила в нем принять участие. И, может быть, в дальнейшем я еще раз приму участие, потому что это очень интересно и познавательно. Конкурс проходил в двух возрастных группах – пятые-седьмые классы и восьмые-десятые. В каждой работала экспертная жюри из числа педагогов школы. Мне очень понравился этот конкурс, потому что я в нем участвую и в шестом классе, и сегодня участвую. И надеюсь, что и в следующем году тоже буду участвовать, потому что он мне нравится. Среди участников конкурса были и опытные чтецы, которые выступают не первый раз и уже принимали участие даже в областном этапе живой классики. Я принимаю участие ради своего удовольствия и ради духовного развития своего. Победители школьных туров примут участие в муниципальных финалах, которые стартуют 1 марта. А три победителя от каждого региона получат путевку в Артек. А сейчас новости спорта. Студенты Смоленской академии спорта принесли сборной России медали на проходящей в Казахстане Всемирной зимней универсиаде в дисциплине «Шорт-трек». Студенты Академии Артём Денисов и Андрей Михасёв в составе команды завоевали серебряные медали в эстафете на 5 километров. Россияне уступили только сборной Китая. 9 февраля в физкультурном комплексе «Десна» состоялось открытие областного чемпионата школьной лиги по баскетболу. О том, как прошло открытие и какие команды вырвались в финал, расскажем в нашем сюжете. Принять участие в финальных играх чемпионата области в наш город прибыли сильнейшие команды из Смоленска, Вязьмы и Ельни. Всего 9 команд, так как десногорским девушкам представлена возможность играть вне конкурса. Начались соревнования с самого утра, а официальное открытие состоялось в 17.30, на котором баскетболистов приветствовали руководство города, градообразующего предприятия и почетные гости. Наши гости, наши баскетболистские спортсмены, зрители, конечно, студии. Я всех вас приветствую на нашем баскетболе-празднике, нашем замечательном молодом спортивном баскетболе на финале в школьной баскетбольной лиге, который, наверное, теперь уже мы с собой постоянно столкнули, всегда готовы проводить баскетболистов. Впереди у нас 20 лет, и, ребята, я хочу вам всем пожелать упорства, командного друга, да и, конечно, удачи. На сегодняшний день чемпионат кэсбаскет является одним из самых масштабных социально-спортивных проектов в нашем регионе. Он направлен на привлечение школьников к здоровому образу жизни и к регулярным занятиям спортом, а также на создание единой системы школьных соревнований. Я хочу просто подчеркнуть, не обязательно добиваться только больших высот в плане баскетбола, и не все станут олимпийскими чемпионами, но то, что в жизни это огромная помощь и огромная поддержка, это прежде всего вид спорта, который был изобретен для самой передовой части населения для студентов. В первый день было проведено 6 игр. Завершатся баскетбольные баталии 10 февраля. Итоги соревнований вы узнаете в нашем следующем выпуске. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok